Алексей Николаевич, большое вам спасибо, что вы к нам пришли. Вы только что, наверное, из Москвы приехали, да, из Верховного суда? Да, буквально вот с дороги, с пробок выехал с этих. Ну и к вам, поскольку ситуация такая, конечно, не дай бог врагу такую. Понятно. Ну а сейчас вы что чувствуете? Вы вот с друзьями своими не связывались, вас с нами поздравляются? Ну я как бы еще в таком состоянии еще до конца осознать не могу, но многие сотрудники, друзья позвонили, поздравили, говорят все-таки, теперь можно верить, что в нашей стране существует справедливость, правда, что можно добиться только, естественно, долгим путем утраты, потери здоровья, сил, но все равно, если набраться терпения, если захотеть, это показатель того, что значит в нашей стране еще не так все плохо, и бороться с беспределом, с коррупцией, со всеми делами можно, только запастись терпением и желанием. А на работу вы когда пойдете устанавливаться? В понедельник. Сегодня как бы суд, поэтому я имею право завтра, после завтра выходные и в понедельник я с решением суда прибуду в ОВД Патрульской области. Ну, как вы думаете, у вас не возникнет сложности, потому что, ну, как-то обычно, знаете, если человек восстанавливается по суду, то потом, прямо скажем, его начнут шпынять за каждую мелочь. Я прекрасно допускаю, но я предполагаю это, ожидаю, но бояться нечего, мне стыдиться не за что. Как бы, я ни в чем не виноват, меня уволили незаконно, я неоднократно говорил, почему, как меня уволили и за что, приводил аргументы. Вот. Единственной причиной, по которой всегда говорили, что это неправда, это было решение суда центрального района, решение касации, что Роденкова уволили закона, никаких, что слов там, подтверждений нет, суды подтверждают законы сего увольнения, но сейчас Верховный суд, то есть уже вышла ситуация из-за региона, и Верховный суд Российской Федерации принял законное решение. То есть это в очередной раз подтверждает мои доводы, что в Тульской области сформировалась коррупционная система, где все решается, закона не существует, поскольку я неоднократно обращался и в прокуратуру, и в следственный комитет, и в ОВД, и везде приходили мне ответы, что дело мое изучено, нарушений нет, ответы за подписью и руководителей, и прокуратуры, и следственного комитета о том, что нарушений нет, все законы, все прятались за решением суда. В настоящий момент Верховный суд отменил это решение, ну и поэтому, как к вашему вопросу возвращаюсь, естественно, я говорю, определенные мысли есть, но я служу Родине, служу народу, поэтому для меня прежде всего, я говорю, в этой ситуации, я говорил, говорю, добиться правды, чтобы для себя и для людей, людям показать, что справедливость существует, ну а дальше время покажет, как оно будет. Ну, я говорю, мне стыдиться не за что, я ни в чем не виноват. Я надеюсь, конечно, и многие сотрудники надеются, что с приходом нового министра внутренних дел Колокольца Владимира Александровича многое поменяется, поскольку все о нем отзываются как о порядочном, честном человеке, который действительно болеет за дело, радеет, и который действительно попытается навести порядок в этой системе, которая за последние годы очень сильно изменилась в худшую сторону. И я работал, когда сам последние годы особенно, ну просто невыносимо, потому что в отношении нормальных людей, которые работают, их всячески пытаются унизить, прижать, понизить и так далее, но люди замаранные, которые где-то провинились, их, наоборот, поближе, потому что ими можно манипулировать, договариваться. У Колокольца совершенно другая позиция, он именно ценит людей, которые действительно болеют за дело, а что касаемо нарушителей дисциплины, то у него разговор короткий. Как бы я разговаривал с сотрудниками московской милиции, которые его лично знают, но все отзываются только положительные отзывы, и люди, в частности рядовые, не руководители, а именно рядовые сотрудники милиции, полиции сейчас, очень радостно восприняли эту новость. Поэтому, может быть, какая-то доля справедливости, которая произошла, может быть, на фоне вот этих событий и получилась, не знаю. Время опять, может быть, покажет это все, последствия узнаю. Пусть объяснят, почему я, проработав 16,5 лет, имел положительнейшие характеристики, меня только назначили, присвоили звание, а потом за неделю меня просто выкинули как собаку. Какую логику преследует руководство ОВД, которое увольняет человека, не пью, не курю, с утра до поздней ночи работаю. Для чего руководство ОВД, не проводясь на никаких бесед, нарушив полностью процедуру, в один день дают приказ о увольнении, до свидания. Представьте, какой я руководитель был. Я с перегаром людей на работу не пускал. И предупреждал, что сотрудник милиции, пришедший на работу с перегаром, он портит имидж всей милиции, поскольку сидит сотрудник с перегаром, даже не пьяный, приходите вы, как посетитель, к нему, здрасте, у меня беда. От сотрудника выхлоп определенный. Вот вы запах почувствовали, и вы сразу подумаете, что в этом райотделе, значит, алкоголики, вы придете и скажете, была у милиционера, а, как и все милиционеры, от них там попахивает. Все, один буквально человек. Поскольку, когда я был, я всегда говорил, если у тебя, там, у сотрудников любого, у вас там праздник, торжество какое-то, выпили вы вчера на службе, после службы, там, отпразднули праздник, то на следующий день лучше позвоните руководителю и скажите, так и так, я вот задержался, там, юбилей был, разрешите мне, там, завтра отгул взять, или завтра до обеда отдохнуть. Я приду, как огурчик, и все. Снова в милиции такая служба, она у нас, как бы, в большей степени нормированная. То есть, если человек сегодня, он отдохнет после вчерашнего, он потом еще и в субботу, и в воскресенье, и праздники, он все равно отработает свое. Алексей Николаевич, вот про вас, ну, собственно, и вы говорили, неоднократно, и про вас говорили, что вы считаете милицию, службу в полиции теперь уже своим призванием. Вот, но, в общем-то, не секрет ни для кого, что в последнее время имидж сотрудника полиции очень сильно упал, и причиной тому, ну, такие кошмарные случаи, как тот, что в Казани произошел, ну, и, собственно говоря, и в Тульской области там бывало, что нетрезвые сотрудники полиции, например, садятся за руль, сбивают людей. Вот, и в одночасье-то это все не поменяется. А вы не боитесь, что вот вы сейчас придете на службу в полиции, и вы опять попадете в конфликт с теми, кто привык работать постаре, ну, в смысле, так, как это вот сложилось в последнее время? Понятно. Я как бы говорил, что я не боюсь прийти вообще, не боюсь отстаивать свои принципы, поскольку я считал и считаю, что в милиции, в полиции, в правоохранительных структурах должны работать только лучшие из лучших, как того и требует и президент, и премьер-министр, и новый министр, как бы, и для чего проводилась реформа. Хотя отобрать лучших можно было, как бы, да, когда высокая зарплата, их легче отобрать, нежели это раньше было. Ну, и в любом случае, здесь все зависит от руководителя. Если руководитель сам показывает пример сотрудникам, сам не берет и другим не дает, со своих требует исполнение дисциплины, людей, которые нарушают дисциплину, в частности, там, употребляют спиртные напитки, там, за руль садятся нетрезвыми, и другие подобные случаи. Если руководитель жестко в этом направлении работает и избавляется от этих руководителей, то здесь, к примеру, моментом срабатывает, как бы, сарафанное радио, и весь коллектив, он подстраивается под ту систему, которая идет сверху. То есть, да, сколько времени на это потратить, все зависит от количества людей, единомышленников, которые у власти, скажем так, стоят. Если руководители заинтересованы, если не только не на словах будут говорить, вот нам не нужны там взяточники, жулики, алкоголики и так далее, то, если все руководители будут именно в этом направлении работать, то алкоголики либо сами убегут из милиции, ну, не знаю, ну, на крайний случай закодируется. Но я считаю, что все равно это временно, но в первую очередь убегут они. И останутся те люди, они будут знать, что оттуда требуют именно работать честно, порядочно, и ни в коем случае не допускают нарушения дисциплины. А так, когда получается, как бы слова расходятся с делом, и говорится одно, а на самом деле дисциплина нарушается, вопиющие факты нарушения дисциплины, а люди продолжают служить, продолжают служить руководителями, то для подчиненных это пример того, что все эти слова и на самом деле смысл работы в другом состоит. То есть, если ты будешь честно служить, то, образ говоря, тебя многие, как мне и говорили, если будешь честно служить, Алексей Николаевич, то нас постигнет участь такая, как у вас. А лучше мы подумаем, как работать, значит, надо подстраиваться под эту систему, поскольку, я говорю, в моей шкуре, я говорю, оказаться врагу не пожелаешь, самому врагу, когда ты верой и правдой служишь, отдавая всего себя без остатка работе, и с тобой, даже как с собакой не поступает, за неделю выкидывают. Поэтому система, она ломается, где-то там тяжелее, где-то легче, но все зависит от руководителя. И сроки системы, и как она поломается, какую команду он наберет, какой механизм выработает, отсюда все и будет. Если он четко алгоритмы расставит, сотрудникам ГИБДД не брать взятки, образно говоря, и сотрудникам ОСБ, начальник ОСБ, поставить задачу жестко работать в направлении ГИБДД, потому что всем известно, почему люди говорят о сотрудниках милиции, как о взяточниках. Люди в первую очередь сталкиваются с сотрудниками ГИБДД, с кеми, где-то сотрудники патруля постовой службы, с кем они наиболее часто соприкасаются. И поэтому судят. Если руководитель поставит задачу, начальник ОСБ, давайте задерживайте, проводите мероприятия, одного, второго, третьего, четвертого руководитель собрал от души, сказал, не дай бог, вы совершите такой факт, вы сразу сядете. Все. И будет задание работать служба собственной безопасности. 20 человек посадят. Кто привык взятки брать, убегут. Придут нормальные люди, которых уже научат работать по-другому. И так же сказать сотрудникам ГИБДД, ну если даже совершил какой-то человек мелкое право нарушения, к примеру, там, скорость чуть превысил, ну еще какое-то, то лучше по-человечески там будьте поаккуратнее и отпустите этого человека. И отсюда скажут, ничего ж себе, сотрудник ГИБДД взятку не взял, и еще за бесплатно по-человечески протокол не составил, отпустил, да один человек стар расскажет про то, какая добрая милиция, какая взятки не берет, и честно, и по-человечески к людям относятся, там, прощает какие-то мелкие, потому что, ну все люди не безгрешны, где-то могут какую-то мелочь допустить, но в любом случае лучше человека настроить и убедить на профилактику сработать. Поэтому я говорю, здесь, в принципе, желание, комплексный подход, и все это можно сделать. Поэтому я точно знаю, что сотрудники Советского РУВД, ГИБДД, которые маленькие отделения были у нас, взяток не брали. Я могу учаться категорично, потому что они знали, что руководитель сам лично на них наручники застегнет, если что-то такое узнает.